«Все было очень красочно, красиво. Они до сих пор шарм свой имеют». Это флюгер одного из зданий, построенного Михаилом Челышовым. Сегодня он хранится в музее истории города, который носит его имя. Здесь же фотографии книги, написанные Челышовым. Фрагмент асфальта с завода, которым также владел Михаил Дмитриевич. Челышов родился 26 сентября 1866 года в одном из сел Владимирской губернии. В Самару приехал 15-летним мальчишкой. От простого маляра прошел путь с догласного Самарской городской думы, а затем главы города. В нелегкие для страны годы революции выступал за трезвость нации и борьбу с пьянством. Был уверен, только так можно сохранить сильное цивилизованное государство. Благодаря его стараниям в 1914 году в Самарской губернии был принят сухой закон. «Посмотрели. Волнений нет, пьянок нет, поножовщины нет. Хорошо. По примеру Самары в течение полутора, примерно двух лет, практически вся империя приняла сухой закон». Михаил Челышов известен и как умелый строитель, благодаря которому в Самаре появились новые надежные дома. «Челышов был такой магнат наш самарский. Вот он строил дома, их осталось два. Вот здесь и на этой, на Рцебушеской». В Самаре до сих пор сохранился и дом, где жил Михаил Дмитриевич. Двухэтажное здание было построено в 70-х годах 19 века. Тогда улица, на которой он был построен, носила название «Саратовская». После смерти Челышова в 1915 году было принято решение переименовать улицу в Челышовскую. Сегодня она носит название улицы имени Фрунзе. Некоторым зданиям уцелеть все же не удалось. Много лет назад на этой же улице, на месте нынешнего банка, располагалась известная Челышовская баня. «Знаменитые московские сундуны отдыхают. Это была единственная в мире четырехэтажная баня с лифтом. В то время бань с лифтом не было». Со временем баню снесли. Как рассказывают историки, в моменты взрывов здание несколько раз просто подпрыгивало на месте и никак не хотело рушиться. Тем не менее, время диктует свои правила. В этом году исполняется 100 лет, как не стало Михаила Челышова. Он был похоронен в Самаре на Всехсвятском кладбище, что до 40-х годов стояла на улице Красноармейской. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.